Сейчас я вам зачитаю одну цитату. Эта цитата звучит так. Написал её Эрнс Бертрам. Но это не важно. Послушайте, эта цитата касается Ницше и самого главного из того, что мыслил Ницше. Вот как она звучит. «Быть может, мнимое откровение о вечном возвращении – это иллюзорное таинство позднего Ницше, манящее и обманывающее, всего лишь символическое вооружение того ужаса, того уголокружения, которое он испытывал при виде неотвратимо замыкающегося кольца, когда после долгого странствования всё равно возвращаешься к себе самому». Вот такая цитата. Ну, что тут возмутило меня? Я бы могла бы ответить на эту цитату точно так, что, быть может, мы настолько ослепли в нашем современном мышлении и в наших современных подходах, что вообще, в принципе, кроме дефиниций, законов, сущностей, кроме каких-то идентификаций, тождественностей и кроме проблем нашего существования, вообще перестали видеть что-либо помимо этого. Ну, а что есть помимо этого, мы с вами говорили. Вот как раз помимо всего этого и есть бытие. Вот именно бытие мы и перестали видеть. Ещё мы перестали видеть несуществующее. То есть, как первая, так сказать, такая приближенность к самому бытию. Вот эта вот пустота и несуществующие, мы его тоже перестали видеть. Это звучит странновато, поскольку кажется, что мы все погружены в нигилизм давным-давно, да? То есть мы сейчас окунулись в такое время, которое названо нигилистическим, тем же самым Ницше и Хайдеккер об этом писал. Но в том-то весь и прикол, что нигилизм только тогда является нигилизмом, когда мы погружаемся в эту пустоту, не замечая её. То есть мы находимся в пустоте, эта пустота проникла в нас, но однако мы не обладатели этой пустоты. Мы не те, кто активно соотносит себя с ней, и не те, кто, как сказать, проходит через пустоту, рождается через пустоту. Скорее мы рабы и подчинённые этой пустоты. Мы её заложники, мы те, кто её не видим. И вот эту цитату я зачитала вам, как такой некоторый соблазн нашей мысли сегодня переписать, не просто не иметь бытийных мыслей, но и переписать все бытийные мысли, которые были до нас, переписать их на свой собственный язык, который не в состоянии их понять. И вот одна из таких переписок перед вами. То есть основная идея Ницши, можно сказать, основная мысль. Как говорится, философы всегда мыслят что-то одно, единственное, основное или главное. Так вот, основное или главное для Ницши было вот это вечное возвращение, хотя считается, что это воля к власти, на самом деле более глубинным для Ницши было вечное возвращение. И вот это вечное возвращение перед вами переписано. То есть я вам показываю эту цитату не для того, чтобы мы проникали в неё своим осмыслением, а для того, чтобы мы видели, как эта зараза распространяется повсюду. То есть вот следствие того, что о бытии забыто, вследствие этого возможны вот такие цитаты самого разного пошиба. В данном случае эта цитата ещё выглядит не столь вульгарно, а мы можем доходить и до прямой вульгарности, когда мы просто объявляем Ницше всего лишь на всего лишь сумасшедшим. То есть он не просто сошёл с ума, а с самого начала был сумасшедшим. И в общем-то к его мыслям не стоит вообще прислушиваться. Вот вам, пожалуйста, вульгарное окончание всего того же самого. Но поскольку перед нами здесь и сейчас предстало невульгарное окончание, то давайте всё-таки посмотрим, к чему же она приводит Ницше. То есть на какой ранг неоднозначности бытия она его сводит, понижает. Что хотят приписать Ницше? Значит, его идеи или его мысли хотят приписать всего лишь субъективное основание. То есть сам Ницше, как мыслитель, прошёл какой-то круг, прошёл какую-то историю, движение. Наверное, что-то искал, так подразумевается в этой мысли. Но поскольку снова в конце пути я оказался лишь сам перед собой, сам с собой, ничего не найдя, не найдя никакой опоры, то это якобы получилось, как некоторое такое замкнутое кольцо без выхода. Из-за этого Ницше сошёл с ума. Но в преддверии этого сумасшествия ему явилось озарение о вечном возвращении. И это озарение было всего лишь навсего лишь вот такой психологической проекцией неудовлетворённости самого Ницше. Ну, вот вам, пожалуйста, обращик современного манипулирования с мыслью. То есть дальше этого дела не идёт. Мы всё сводим всё равно к психологизму, поскольку напрямую об этом пишется или вообще об этом не пишется, но мы видим, что это так. То есть, вот смотрите, нам заявляют ужас, головокружение, да, вот, и от того, от круга, да, вот, от этого круга, от этой замкнутости получается, что вот такая создаётся в нём идея. То есть буквально вот все мысли и все идеи сводятся в конце концов к личному пути Ницше. Ну, это, конечно, я вам сейчас повторю, не самое вульгарное такое низведение, но ведь проблема не в том, вульгарное оно или нет. Пожалуй, иногда даже с вульгарным низведением работать проще. Ну, пока мы все, конечно, не отупели уже до такой степени, когда мы не сможем реагировать даже на вульгарные низведения. У нас уже такие симптомы есть, что мы и вульгарные даже низведения для себя допускаем. Но здесь всё тонко, вот, и вот это, наверное, даже как-то более для нас соблазнительно взять и вот так подумать. Ну, и куда это ведёт? Собственно говоря, это ведёт к тому, чтобы забыть про эту мысль, не так ли? Потому что это частное дело Ницше становится тогда. То есть он не смог вырваться из своего собственного окружения, не смог, как сказать, на современном языке разрешить, да, эту проблему порочного круга или кольца и выйти к какому-то там основанию, которое он искал. Вот, и отсюда у него возникла вот такая вот идея. Ну, бог с ним, на этом останавливаться я не буду. Ну, я всего лишь одним таким примером пытаюсь вам показать, почему встречаясь регулярно с такими вещами, то здесь, то там, у меня лично накапливается опыт тоже негативного отношения ко всем этим делам, вот, и порой доходящие даже до бешенства, поскольку это вот, как его назвать, это та самая способность, о которой сам Ницше говорил, что если вы не понимаете какую-то книгу, да, не понимаете какое-то произведение искусства и так далее, то найдите в себе силы хотя бы сказать, что я этого не понимаю, да, то есть я не способен это увидеть, понять и таким путем пройти. Вот, но чтобы сказать это, нужно уже обладать бытием, то есть нужно уже уметь провести эту границу, то есть понять, ухватить, собственно говоря, что перед тобой нечто, до чего ты сам не дорос. Вот, и поэтому Ницше-то и говорит так в форме ироничного вопроса, кто из вас, обращается он, сказал, прочитав какую-то книгу и не поняв ее, сказал, я еще недостойна ее, да, нет, вы же говорите все, что эта книга недостойна и так далее. Ну и вот тут Ницше случилось как раз то самое, о чем он писал, то есть его идею точно же обратили в то, что она как раз недостойная. И поэтому вот такой вот современный тип понимания, который заключается в том, чтобы не просто не понимать, а который заключается в том, чтобы приписать свой собственный образ мышления другому и после этого заявить, что оно вот такое, и я его понял. То есть это очень удобная такая расхожая штучка, спроектировать самого себя на иное событие и на другого. И поскольку ты спроектировал самого себя, то ты, наверное, тебе кажется, что ты все понимаешь, что ты сам спроектировал. Труда здесь никакого, движение мыслей никакого, развлечения никакого и так далее. Но больше я на этом останавливаться не хочу. Итак, что мы еще можем с вами говорить по этому поводу? Вот я вам показала просто образчик нигилизма как раз, да. Но если все-таки про него временно забыть, хотя он трудно забываем, мы живем в этой среде, мы живем в этой атмосфере, я постоянно ей истерзана, думаю, что и такой мыслитель, как Ницше, был истерзан этой же средой и этой же атмосферы нигилизма. Причем Ницше обнаружил и в самом себе, в своих собственных глубинах этот нигилизм, то есть он разъедает и проникает внутрь. Несомненно, что такие процессы происходят и со мной. Я даже не думая это, признаю сразу же. Ну или думая и подмечая за собой, такое же могу признать. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что Ницше боролся с этими вещами. Надеюсь, что я тоже с ними борюсь. Но вернемся к нашему бытию и его проекциям, то есть его многозначностям, да, в нашем так называемом думании о нем, да. Значит, в принципе, все основное, опять же, уже было сказано. Но я вам напомню просто, что я уже говорила вам, что бытие в различные эпохи, чтобы мы знали, да, оно вовсе не держится вот так вот в чистом каком-то своем виде, называемом бытие, да, несмотря на то, что оно употребляется и в таком виде, но зачастую все основные мысли о нем проходят под другими именами. То есть я вам называла эти имена для античности. Для античности эти имена звучат как природа, фюсис, но это не наша природа, подчеркиваю, поскольку греческая природа, фюсис, это была восходящая природа и живая природа. То есть зоофюсис. То есть восходящая жизнь живого. Поэтому давайте не будем говорить, что греки понимали свое бытие как природу, иначе у нас сразу идет отсылка к нашему современному пониманию. А скажем так, что древний грек понимал бытие как восходящую жизнь живого. То есть вот это вот восхождение в живое и в сознание. Вот он как понимал бытие. Затем грек понимал его как космос. Тоже мы уже с вами говорили. А космос понимал как телес, как святение. И понимал его как вечность. То есть стояние в вечности. И понимал его как логос. То есть предельное единение всего. Единство. Все эти понимания бытия страшно красивые, гармоничные. И, с сожалением, нужно сказать, совершенно недоступные нашему современному мышлению. поскольку после античности, если исключить там краткий период эллинизма, как разложение античной мысли и обрабатывание ее уже в более сущностной сфере, это там, допустим, стойки, киники, да, эпикурейцы и так далее, там, скептики и тому подобное. То есть такие уже течения, которые возникают на самом разложении первичной античной мысли. То есть если их опустить, то мы получаем дальше средний век. И в среднем веке, я вам сказала, что вы там тоже не найдете просто так, чтобы вот брали и мыслили о бытии, да, зато там брали и мыслили о Боге. То есть в средний век, в эпоху средних веков, то бытие приняло другое имя. То есть у бытия всегда есть несколько наборов, нескольких имен, в которых человек их пытается мыслить. И поэтому бытие в средние века, оно приняло имя Бога и имя творения. То есть Бог, как бесконечный субъект, бытие понималось как бесконечный субъект, немыслимый такой субъект, и Бог творит, и Он творит существование. Он творит все существующее. Вот такой акт или процесс, или в процессуальном таком акте, где присутствовал вот это вот бесконечное существо, рассматривались вот эти составляющие. Это и было, собственно говоря, бытие среднего века. Его можно тоже анализировать, но чтобы его анализировать, рассматривать или раскрывать, нужно уже другие приемы, другие методы, нежели для античных авторов. Надеюсь, что вы это понимаете. И, наконец-то, мы приходим к нашему времени. Но вот это так называемое наше время, оно на самом деле совершенно не наше. Потому что наше время, это уже тоже разложение, во многом разложение классической эпохи, и зачатки уже будущего. Но давайте же скажем о классической эпохе. То есть классическая эпоха, как таковая, начинается фактически с нового времени. Вот с этого подъема буржуазного, с подъема человеческой личности, индивидуальности, субъективности. И тогда бытие снова и в который раз уже, в очередной раз, меняет свое имя. То есть меняет свои имена. Оно, конечно, остается все тем же самым бытием, на самом деле. Но имена оно теперь имеет другие. То есть если там Спино, Залебниц, как я вам говорила, или там Декарт мыслят о Боге, то они это делают не так-то уж и, как говорится, часто. То есть Бог, он, конечно, для чего-то нужен в их системах. Конечно, о нем имеется некоторое мышление, к нему имеются некоторые отсылки. Но, в принципе, если даже его убрать, то все системы философские и все мышление останется на своих местах. Это говорит нам о том, что имя Бога уже не содержит того бытия, которое мы с вами ищем. Это бытие уже ускользнуло из имени Бога, и оно перешло уже в какое-то другое имя. Какое же другое имя имеется у нового времени для бытия? Собственно говоря, этих именей два. И природа уже не претендует на имя бытия. Природа это у нас всего лишь природа. Что касается Логоса, то он вообще забыт, потому что логика это не Логос, пародия. Космос тоже, естественно, не тянет. Космос становится просто разделом наук. Итак, этих имен два. Это пространство и время, собственно говоря. Причем первоначально и пространство, и время, которые превращаются в некоторые такие предельные понятия. И не удивляйтесь тому, о чем я говорю, поскольку здесь у нас уже имеется, как бы скажем так, уже совершившееся закрытие бытия, то есть прямых доступов к нему нет, как в античности бытие всегда было открыто для человеческого сердца, оно непосредственно переживалось и мыслилось. В средние века оно, как это сказать, просто не могло быть устранено, оно было как Бог, который только самодавлеет. И то есть к нему все равно были обращены все отношения, все взоры, все поступки, то в новое время, скажем так, Ницше же не случайно потом произнес эту фразу, что Бог умер, ну вместе с Богом, наверное, умерло и бытие, то доступность и открытость бытия понизилась еще больше на ранг, и поэтому мы имеем некоторую такую замкнутую систему, именно не открытую, в которой бытие, если оно мыслится, то оно мыслится только либо как пространство, либо как время. Причем и пространство, и время мыслится крайне специфически, но все это мышление продолжается в некотором роде и по сей день, то есть если мы хотим помыслить нечто такое, 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 что нас страшно завораживает, мы начинаем пытаться мыслить именно это пространство, вот его какие-то физические или метафизические координаты, или мы пытаемся помыслить время, ну и вы прекрасно знаете, что мы с вами занимаемся книгой «Бытие и время», да, это означает, что Хайдеггер остается в русле этой же самой традиции, то есть фактически он связывает бытие со временем, то есть у него имя «Бытие» это «Время», или второе имя «Бытие» это «Время», вот, поэтому мы здесь с вами находимся вот в таких вот координатах. Что касается уже совсем-совсем поздней современности, вот, так сказать, сейчас наших с вами дней, да, то она напоминает несколько нам период эллинистический, про который я говорила, что его, как бы, ведущей нотой является разложение самой греческой мысли, то есть все эллинство, есть разложение этой греческой мысли, не спадение греческой бытийной мысли, и пока эта мысль падает, она, естественно, приобретает многие различные оттенки, то есть это падение не следует представлять себе, как только какую-то чистую негацию, мы приобретаем очень много, ну, приблизительно так же, когда, как ребенок бежит, если он упал, да, то он, конечно, пострадал, но вообще-то он приобрел и опыт, да, вот, и опыт падения или еще чего-то, ну, это грубое, конечно, сравнение, опять же, ну, извините меня, так вот, вот мы в падении, мы в разложении классической эпохи в каком-то роде, вот, и мы в зачатках нового, что будет означать это новое, какие следующие имена получит бытие, пока никому еще не известно, известно только то, что наше пространство и наше время, все его концепции, которые она получала, и все его, так сказать, мыслительные какие-то вот ходы, которые мы прошли за эту классическую эпоху, они все сыпятся, они сыпятся не только в философии, они, собственно говоря, сыпятся даже и в физике, вот, то есть наши все убеждения, представления, понятия времени, о пространстве, ну, как говорится, опять же, достаточно просто, начать там с абсолютного, однородного пространства Ньютона, да, и сравнить его с относительным пространством, временем, континуума Эйнштейна, уже одного этого сравнения будет достаточно, чтобы увидеть, что время совершает свой неумолимый ход, вот, и то, что вчера мыслилось как бытие, и, так сказать, как нечто нерушимое, вот, сегодня оно уже все сыпется, и оно уже не работает, поэтому мы с вами находимся в такой неприятной точке зависания, когда мы можем только через падение, как говорится, усваивать некоторые крохи прошлого, и как-то их творчески развивать, и ждать вот этого еще не открытого будущего, которое еще только открывается, вот, это не значит, что его нет, оно уже сегодня работает, это значит только то, что его невозможно еще найти, оно присутствует как семя, я вам говорила, что бытие это всегда семя, вот это семя где-то уже, конечно, восходит, где-то уже прорастает, вот, но оно еще не развернулось, для того, чтобы его понимать, значит, сегодня мы можем называть наше бытие вообще безымянным, вот, и при этом вопрос о том, получить ли оно свое новое имя, какой-то в нашей эпохе, он остается крайне таким, как говорится, подвешенным вопросом, поскольку, если слушать наших последних и наипоследних философов, они все такие, и последние, и наипоследние, и предпоследние, и так далее, да, то, вообще-то, можно, значит, даже сомневаться в том, а произойдет ли это снова, поскольку мы все падаем, так они утверждают, мы все катимся, и в том числе и Хайдеггер утверждает, что мы от бытия уже настолько себя отрезали, что, может быть, мы и для него, и имени-то не найдем, то есть оно у нас так и останется, вообще, безымянным, а если оно у нас останется безымянным, то фактически это и означает, как бы, завершение нашего отчуждения от бытия, то есть то, что не названо, вообще никаким именем, оно, как бы, его, как бы, и нет, и, знаете, глядя на окружающую обстановку сегодня, вот, очень даже в это верится, поскольку, вот, все называется, всем интересуется современный человек, и так далее, вот, а бытие он как-то, вот, очень ловко объезжает, как будто его и нет, вот, он, он дает ему имена не такие, которые могли бы выдержать бытие, а он дает ему имена сразу пониженные на ранге, вот, и поэтому бытие там не может удержаться и даже не существует, ну, что это означает, что я говорю, вот, ну, давайте возьмем пространство и время, да, само по себе пространство и время, даже, оно все равно во многом, как таковые взятые, как отдельные сущности, они до бытия не дотягивают, но, если вы помните, то, о чем мы там рассуждали с Бертраном Расселом, там, да, вот эти несколько значений бытия, помните, мы их как ступени такие выделяли, и называли собственными именами, первая ступень была существование, потом шло тождество, и потом шла сущность, как таковая, сущность и предикация, вот, так вот, даже если мы возьмем существование, то есть самую сложную такую сферу, в которой невозможно уже выкинуть противоречия, Аристотель, как известно, напомню вам, выкинул их из сферы сущности, эти противоречия, вот, в сфере формы или тождественности эти противоречия легко переходят друг к другу, поскольку они бессодержательны в некотором смысле, вот, содержание там не важно, поэтому в этой сфере белое равно черному, как и то, и другой цвет, тоже я вам об этом рассказывала, да, то есть, если это не белый предмет и не черный предмет, а просто белый и черный, да, то они легко совпадают с друг другом, как в понятии цвета, да, вот, но если мы переходим к существованию, то здесь оказывается, что у нас есть, как бы, и какие-то содержания, есть и формы, и при этом не устраняются противоречия, вот, вот что опасно, поэтому-то современный экзистенциализм так и тяготеет к самому существованию, он пытается с ним работать, потому что ему кажется, что здесь есть все в наличии, вот, ничего не выкинуто, и это все затрагивает человека, и это вот все сложно, поэтому тут интересно, тут прикольно, и тут мы будем, так сказать, разбивать свой лагерь экзистенциализма, и вот Хайдегеру-то это крайне не нравилось, да, но все же таки экзистенциализм разбил этот лагерь именно на уровне существования, именно на таком уровне экзистенциализм перешел и в психологию, вот, и там он даже не всегда удерживается на этом уровне существования, падает часто и в сущности, в тождество, и так далее, и так далее, но самое главное, что он не поднимается в бытие, вот, вот в чем проблема, и так, если мы возьмем вот этот уровень существования, который бесконечно сложен, запутан в самом себе, и который вообще невозможно мыслить без противоречия, вот, когда-то Лейбниц это выражал так, он говорил, что если вы находитесь, если вы мыслите само существование, и если вы возьмете в существующем нечто, как некоторое нечто, да, вот такое, такое, такое и такое, то считайте, что обязательно где-то существует другое нечто, которое прямо противоположно тому, которое вы взяли, то есть вы видите, что здесь действует закон, который фактически не просто, как это сказать, отодвигает аристотельский запрет противоречия, а он прямо-таки говорит, что наоборот, да, противоположно, он утверждает, что обязательно, да, в сфере существования, если вы видите, что существует одно, то будет где-то существовать и другое, то есть это невозможно, чтобы не было противоречия, то есть вся сфера существования наполнена этими противоречиями, вот, но когда мы мыслим противоречия в сфере существования, то у нас оказывается, как бы последней истиной оказывается следующее, что нельзя становиться ни на одну из точек зрения, а нужно найти противоположную точку зрения, и они якобы обе имеют право на существование, и они должны друг с другом встретиться, вот максимум, который мы можем сказать, находясь на этом уровне существования, так вот, если мы возьмем этот уровень, вот он обозначается в логике, так как его обозначал Бертан Рассел, то он обозначается так, а есть, это вот первая была такая, да, у нас, как сказать, многозначность бытия, а есть, просто что-то есть, что-то утверждается, да, там, стол есть, да, дружба есть, там, да, красота есть, и раз мы так сказали, то в сфере существования мы обязательно должны сказать, что красоты нет, дружбы нет, и стола тоже нет, как ни странно, да, вот этот вот момент, прямо противоположный, без него, если мы не будем это говорить, если мы не будем это иметь в виду и держать это в понимании, вообще не будет и самой сферы существования, вот в этом, значит, ее и самая главная черта, вот, но к чему же я все это веду, я веду это к тому, что, когда мы смотрим на все существующее, да, то мы понимаем, что для него пространство и время являются некоторыми условиями, то есть пространство и время здесь выступают как условия этого существования, и вот в этот момент нам становится понятным, что пространство и время действительно каким-то образом ближе к бытию, да, они приближаются к бытию, и что это нечто такое, что находится за гранью и самого существования, и самого существующего, да, поскольку если мы начнем применять понятие существования к пространству и времени, мы сразу же оказываемся в некоторых таких парадоксах, да, пространство существует или не существует, время существует или не существует, можно, конечно, однозначно отвечать, что они существуют, вот, но вообще-то, Я опять же вам скажу, что снова и снова вы будете попадать в некоторую ловушку, когда вы должны будете обязательно говорить, что и времени не существует, иначе мы не сможем вообще сказать о постоянстве, которое наблюдается вокруг нас в существующем. Мы не сможем говорить о вечности. Что касается несуществования пространства, то вы измените меня даже, опять же, элементарнейшие физические азы сегодняшние, скажут вам, что наша Вселенная, вся Вселенная произошла из точки сингулярности, которая не занимала никакого пространства, и что внутри черных дыр существуют некоторые такие точки, называемые до сих пор точками сингулярности, где не работает ни пространство, ни время. Или, скажем так, никому не понятно, как работает пространство и время. Или непонятно вообще, существуют они или нет. Но в то же время мы должны сказать, что эта точка, она как бы есть. И тем самым мы парадоксальным образом противоречим самим себе. То есть какое-то бытие есть, пространства и времени нет, а раз нет пространства и времени, то что же и где же будет существовать. Всё, что мы знаем под именем существующего, всё оно, собственно говоря, заключено в условиях пространства и в условиях времени. То есть в условиях протяженности, как говорил Декарт, телесности, или как минимум в условиях времены. То есть если мы будем говорить, допустим, о духе, который там внетелесен некоторым образом, то всё равно условием его существования должно являться время. То есть даже мысль, возникающая, как некоторая молния, допустим, но она нам недоступна, как эта молния, а она должна развернуться, значит протечь во времени. И любая мысль, это есть определённая такая последовательность разворачивания одного за другим. И смысл именно этим и держится. То есть без времени мы обойтись не можем. Всё это я вам проговаривала для того, чтобы показать, что имена, которые классическая эпоха придумала для бытия, то есть имена пространства и времени, которые, может быть, когда их мыслили мыслители, то они даже не догадывались о том, что они пытаются мыслить бытие. Например, как их мыслил Кант. Но именно так они и работали. То есть в качестве бытия. Вот эти вот условия, они всё равно приподняты над сферой существования и над всеми теми тремя сферами, которые мы с вами рассматривали. А вот опасность и угроза заключаются в том, что фактически мы с вами переходим на какую-то такую стадию, когда бытие пытаются уже полностью разложить во что-то такое, что не приподнимается даже и до пространства и до времени. То есть разложить в какие-то такие сферы, где бытие начисто уже скрыто. И я начала с вами вот эту лекцию цитатой. И вот ещё раз повторюсь. Вот в этой цитате, я не случайно её привела, в этой цитате само бытие уже скрыто. Нет ни ниши, ни его действительного развития, ни его мышления, ни его чаяния, ни его идей. Есть просто, как это сказать, тонко осуществлённая или ловко осуществлённая подмена. И, ну, отследить вот такие подмены, ну, это, во-первых, хлопотное дело, да. Во-вторых, если ты, как говорится, в этом не поднаторел, да, то это фактически вообще невозможно. То есть вот такие подмены совершаются, представьте себе, ежедневно или ежечасно в нашей жизни, в самых различных сферах и так далее, и так далее. И мы постепенно, постепенно приучаемся проскальзывать мимо бытия как такового, проскальзывать мимо условий нашего существования, погружаться полностью просто в наше существование. Ну, чтобы стало вам понятней, о чём же я говорю, вот, я, опять же, приведу всего лишь один такой маленький пример. Когда сегодня повсюду в интернете, там, или, так сказать, на всех наших каких-то пабликах, которые вообще обращаются к душе человеческой, да, вот такие вот задушевные, скажем так, да, обращения мы читаем, то мы там можем найти такую нотку, то есть зачем вам много думать, да, думание над чем-то, оно, во-первых, пригружает, во-вторых, как это, отстраняет от нас красоту жизни. В общем, надо не думать, ребята, а наслаждаться своим собственным существованием. Причём не ставится вопрос о том, откуда возникло это существование, не ставится вопрос о том, какое именно это существование, вот. Подразумевается, что всё это вообще будет сиюминутным. Вы замечаете, что пространство и время как бы уже, как это сказать, стёрты здесь. То есть, вот я сейчас прочитал эту мысль, я должна просто вот тем маленьким, так сказать, кусочком существования, который у меня имеется, попытаться насладиться. И всё. И самое главное, не забачиваться ничем больше. Вот. То есть, вот уметь вот это вот своё существование как-то прожить, так. А потом я должна снова идти на работу, вкалывать там, то есть заниматься вот сущностными, да, вещами, то есть тем, что я должна делать. Гражданин должен работать, зарабатывать деньги, да, должен там выполнять социальные правила, нормы, воспитывать детей. В общем, все эти связи, все эти сетки, да, то есть вот такие вещи. Потом я должна как бы, ну, саму себя, к самой себе как-то там относиться в чём-то. То есть отождествляться с самой себе, с самой собой. Ну, а если мне уже станет не в мочь, да, то есть если меня уже, как говорится, накроет, потому что человеческий дом, настоящий дом, это бытие. А там, где его располагают и где ему предлагают обосновывать свой дом, вот, это вот невыносимо на самом деле. И наши души сегодня трещат из-за этой невыносимости. Так вот, если меня накроют, то мне тут же услужливо, очень вежливо, очень, так сказать, заботливо, в кавычках, предлагают моментально переключиться просто на своё существование. И существовать, и получать от него кайф. Вот. Ни в коем случае не думать. Ни в коем случае не думать о том, что я как бы как-то могу изменить условия своего существования. Не думать о том, что одно существование меня не устраивает, а мне нужно другое существование. Не-не-не. Ты должен думать только о том, что любое существование – это благо. Любое существование, вот эта крошка, которая у тебя есть, вот ей и наслаждайся, дорогой. Вот. И когда вы вот внимательно бы посмотрели на всё это вот происходящее с человеком, в каком коконе он продолжает пребывать и в каком коконе его пытаются удержать, отчуждённые от него самого его собственные силы, я бы выразилась так, да, то такой вид всё это принимает, что человек обволакивает самого себя каким-то коконом вот этих отчуждённых сил. Вот. Создаёт вокруг себя такую какую-то, как говорится, оболочку, вот, сам того не ведая, я не знаю. И в этой оболочке отключает и отсоединяет себя от подлинного бытия. И, как говорится, чем больше ему это удаётся, то тем больше и больше, так сказать, дьявольское наслаждение. Жизнь становится легче, жизнь становится проще, вот. А болят у нас только остатки чего-то такого, что мы ещё другие, да, то есть вот они болят, они взывают, вот, но постепенно, как говорится, они рассеиваются, претерпевают какую-то диффузию, диффузию, претерпевают какие-то изменения и т.д. и т.п. То есть вообще происходят страшные вещи, человек, как-то сказать, пытается отчуждённым образом сделать самого себя как раз небытийным. Опять же, мой длинный спич был в защиту того, что Хадеггер выражает всего лишь одной короткой фразой «забыли о бытии», да, я её, как бы, подогреваю, потому что, ладно, забыли о бытии, да, это кажется такой невинностью, забыли. А на самом деле я хочу показать, что процессы никогда не стоят на месте, они шагают вперёд гигантскими шагами. То есть вот это «забыли о бытии» означает, что мы очень активно самих себя от него ежедневно и ежечасно отделяем. Мы не просто о нём там забыли, как какой-то старичок забыл там покормить собачку, да, но вскоре он вспомнит или собачка там залает, да, и он всё-таки её покормит, нет. Вот это всё не так. То есть бытие, конечно же, будет мстить, естественно, вот, то есть фактически это мы будем мстить самим себе и уже мстим, вот, и всеми катастрофами, и всеми природными катаклизмами и так далее. Но приведёт ли это месть, вот, так сказать, к пробуждению? И фактически вот это образование кокона, оно может привести к тому, что наше бытие, вот, бытие человеческое, оно просто-напросто, как говорится, не получит никаких имён вообще. То есть оно останется безымянным. И вот ситуация такая какая-то, ну, вот, крайне предельно подвешенная, да. То есть с одной стороны, как бы, безымянность нашего бытия, вот, она, ну, имеет такую, вроде бы, положительную потенцию, да, поскольку бытие никогда не мыслилось как само бытие именно, вот. Оно всегда вот мыслилось через какие-то вот такие имена другие, да, которые были именами заместителями, вот. И кажется, что, может быть, мы наконец-то приходим, как бы, к самому бытию чистому, как таковому самому по себе. Может быть, мы вот в этом оголении, отчуждении вообще начинаем, где-то, иметь с бытием как с пустотой, как с ничто, вот. А ничто, как говорится, имён не имеет. Вот это вот одна сторона, да. А другая сторона та, которую я вам показала. То есть, вообще, полное, так сказать, никакое не представление о бытии. То есть, не то, что там забыли где-то, да, а то, что вообще чистое стирание памяти, да. Как в некоторых фантастических фильмах память полностью, как это говорится, уничтожена, вот. И загружена другая. Потому что, если вы уничтожили память, да, то пустое место – это ничто, да. То есть, а если вам нужен какое-то существо, какой-то человек, вы должны загрузить туда другую память. И таким образом, перед нами появляется такое существо, у которого память не бытийна. То есть, она загружена с какого-то, какого-то, левого хода. И вот вы сами видите, что вот такой какой-то контраст получается, да. На одной стороне вроде, ну, как это, прямой открытый доступ уже. Мы смотрим в эту пустоту, в это ничто для тех, кто может в них заглянуть. А с другой стороны, как раз, вот, полный кокон, замена всех составляющих бытийных, вот, на их, так сказать, подобие, ну, скажем так, даже, фактически, просто, ну, такие искусственные имплантанты, да, которые заменяют человеку то, что раньше выполняло бытие, и так далее, и так далее. Вот, мы находимся сейчас, конечно, только еще в начале этого разлома, можете в этом не сомневаться, как это, 20 век, он впервые дал эту трещину, вот, трещина, она сначала, зияние ее, оно, как говорится, мы слышали только треск, вот эти вот мировые войны, что-то дали. А потом, вот, эта трещина, естественно, увеличивается, зияние появляется, да, в которое есть возможность падать. Вот, но мы еще все равно только в начале этого разлома находимся сейчас, да, в 21 веке, вот, дальше будет больше, тоже понятно. Ну, вот у нас такая ситуация, то есть, наше бытие, оно вообще становится, чем дальше, тем больше безымянным, и то, что оно безымянное, оно, ну, как сказать, предельно опасное. Либо оно будет говорить уже своим собственным голосом, вот, уже не прикрываясь никакими следующими именами, да, близкими или далекими. Либо оно вообще никогда не заговорит, да, то есть навсегда от нас уйдет, то, ну, фактически мы навсегда сами себя от него уведем. Ну, поскольку я зацепилась уже за современность, я не могла этого не проговорить, вот. Если же мы вернемся к нашим, так сказать, вот этим вот схемам, да, в которых, как бы, бытие рассыпалось перед нами в своей многозначности, рассыпалось, как вот те вот сокровища из шкатулки, да, то я надеюсь, что мы уже более-менее, как бы, сказали о каждой этой сфере, вот, о сфере существования, о сфере тождественности, которая, возможно, как бы, только через сферу существования. Давайте существующее, еще раз я вам напомню, это то, что имеет свое основание в чем-то другом, нежели оно само. Ну, а поскольку такова основная природа существующая, то мы всегда имеем дело с одним и другим, да, то есть с иным, дело имеем с иным. Или вот философия другого, вот этому уровню соответствует философия другого, так называемого, да, вот, это вечно другой, и поэтому наше существование, это, говорится, вечное бытие нас самих другими. И вот в этом плане появляется в существовании, так сказать, такое место, в котором мы производим отождествление, когда мы говорим, оно не иное, а не другое, а то же самое, да. И вот когда мы говорим, что оно то же самое, мы каким-то образом вот эти два различных иных соединяем в некоторое одно. Вот это функция тождества, да. Но тождество не имеет никакого смысла, если мы не берем его как тождество чего-то существующего, да. То есть если что-то не существует, то нет никакого иного, нет никакого другого и так далее, да. Вот поэтому сама сфера тождества, она приклеена к сфере существования, вот. Вот она осуществляет вот этот процесс, да, отождествления, вот, приведение к некоторому, так мы скажем, к одному, к чему-то одному, вместо двух, одного и другого. И вот через это отождествление появляется и возможность затем различать. То есть различие, оно предполагается только в рамках отождествления. Вы сами это прекрасно можете понять, допустим, если вам скажут, что, допустим, спросят вот так схода, там, в обиходной речи, а скажи, а чем отличается там первый космонавт Гагарин от рояля, да. Если вот вас так спросят, то вы, как бы, ну, немножко будете ошарашены, не правда ли? А почему вы будете ошарашены? Вот давайте с логической точки зрения это поймем. Не с обыденной, когда мы покрутим пальцем и уискаем, скажем, ну, ты дурак, тут же вы вообще, в смысле, ты что вообще сравниваешь, да. Так вот, с логической точки зрения это окажется крайне, так сказать, абсурдным, потому, что для того, чтобы найти вот некоторую тождественность между первым космонавтом Гагарином и роялем, да, то нужно такие цепочки выстроить, длинных, так сказать, да, обобщений, чтобы прийти к чему-то тождественному, да, вот, что это будет, как бы говорится, долго, вот, бесконечная цепь. Однако, точно же я вам покажу, что как только мы возьмем этого космонавта Гагарина и там какой-то рояль, просто как, как это говорится, отдельно существующие предметы, это вот, как бы, знаете, от логики от нее всегда коробит, да, то есть, что Гагарин там, что Утенок, да, что рояль вообще могут быть просто предметами, да. Так вот, как только мы возьмем эти предметы как предметы, да, то мы сразу же можем начать говорить, да, что там, чем они друг от друга отличаются, правда. Я здесь вам всего лишь хочу показать, что вот эта тождественность, она, ну, очень, как это, коварная штука, да, она очень в каких-то только планах берет существование, сличает его, превращает во что-то одно, а потом как бы различает, да, и поэтому мы можем, значит, различать там, что там Гагарин мягкий, да, а рояль твердый, например, да, вот, то есть в любом срезе мы можем начать брать и это различать. Вот вся эта такая, ну, веселая, забавная игра, которую мы с вами проделали, да, с Гагарином и роялем, она всего лишь была мной сделана для того, чтобы показать вам, что такое вообще логика, да, для логики вообще, как бы, существование вообще-то и не важно, то есть, ну, вот, мы все с вами отличим Гагарина от рояля, наверное, да, я думаю, вот, если, конечно, наше новое поколение уже совершенно не забыло о первом космонавте Земли, но вот в логике то развлечение, которое требует логика, оно не есть, скажем так, реальное развлечение, именно поэтому Диллёс посвятил очень много времени, когда он мыслил бытие как нечто однозначное, он посвятил много текста и времени реальному различию, потому что называется реальным различием, вот, и в данном случае реально различает только само бытие, а все наши различия, которые мы проводим, они все проходят через вот эту сферу существования, вот, попадают в сферу тождественности или нетождественности, да, вот, если этот предмет нетождественным чем-то, то его и сравнивать нельзя, то есть, если Гагарин, вот, там, в том-то и том-то совершенно нетождественным пианину, да, то есть, сравнение между ними невозможно, если же он в чем-то тождественным пианину, то есть, скажем так, это оба твердые тела, да, вот, например, для физики это оба твердые тела, да, и если они будут перемещаться, то есть, Гагарин там вышел, допустим, в космос, там, ну, и летит в ракете, да, перемещается, а рояль поставили в кузов автомобиля, и он тоже перемещается, то мы можем уже абстрактно говорить о том, что оба этих тела, это какие-то физические единицы или точки, которые перемещаются в пространстве, вот вам, пожалуйста, как работает наше хваленое тождество, сами понимаете, как много бытия в этот момент, как-то исчезло, растворилось и, как говорится, распылилось, перестало быть вот здесь, да, то есть, вот оно было, а его нет, да, вместо Гагарина и вместо рояля просто вот эти вот точки, и все, и больше ничего. Если же мы начнем там рассматривать их, как рояль, на котором играют и так далее, а Гагарин там как космонавт, т.д. и т.п., вот, то понимаете, что это мы уже вышли за сферу тождественности, вот, еще ниже спустились, это уже сущность, то есть, отдельность, вот, мы говорим о том, что этот предмет тождественен только самому себе, да, то есть, своему собственному понятию, вот, и ничему другому, то есть, сущий, как сам по себе, вот, и начинаем приписывать ему просто свои собственные предикаты, вот, но одна сущность с другой сущностью не будет никак сравниваться, да, то есть, если она будет сравниваться, и опять нужно брать какое-то тождество, и так далее, и так далее. Ну, вообще-то, я вам честно признаюсь, что у меня всегда были скучны вот эти все логические игры, я сейчас вам, перед вами их воспроизвожу только потому, что мне хочется показать, как исчезает в каком-то моменте, вот, вы взяли одну сферу, да, и моментально, бах, все остальное исчезло, да, вы взяли другую сферу, бах, тоже что-то все исчезло, не исчезает у нас это только в одном случае, вот, это случай бытия, причем, как бы, там тоже исчезает, то есть, ну, только все совершенно другое исчезает, да, оно просто приобретает иной окрас, вот. Это совершенно разные исчезновения и совершенно разные существования, вот, я пыталась вам уже сказать, что бытие, поскольку оно всегда основывается на самом себе, вот, то про него нельзя сказать, что оно основывается на чем-то другом, вот, то оно некоторым образом и, как бы, и не существует, то есть, у него не такое существование, как у всего существующего, которое мы с вами видим, да, то есть, у него другое существование, и это существование для нас, если мы смотрим вот из нашего мира, да, туда, То оно выглядит как несуществующее Поэтому то бытие и существует И не существует И самое маленькое и самое большое Поэтому мы вот так вот вынуждены Приписывать ему единство всех противоположностей Вот такие парадоксы и происходят Но все эти парадоксы Они бесконечны И они имеют Как бы своим объяснением Только то что мы смотрим На все это со своей сферы Тоже вам уже об этом рассказывала Мы смотрим из земли на солнце И иначе посмотреть на него не можем Ну вот С бытием значит такая ситуация Вы поняли уже что Наше бытие безымянно Если ему придумывать имя Сегодня То его имя будет ничто То есть ничто из того Что мы с вами практикуем сейчас Оно как бы Не становится бытием Вот мы в такой Как бы ловушки Сегодня современные Вот И поэтому то Так называемые последние предпоследние мыслители Вот Брались Хватались За это ничто За эту пустоту Вот за эту негацию Вот чтобы как-то осмыслить ее И ничше сошел с ума Совершенно не случайно А потому что стучался в эту дверь Вот он стучался в дверь Ничто Которое надвинулось И приблизилось На нас Вот И ну Знаете Сказать про него Что он как бы И был сумасшедшим Это все равно как сказать Про космонавта Который сгорел При выполнении сложного задания Что собственно говоря Он и был кучкой праха Да Вот Можно конечно так сказать Вот Поскольку мы уже совершенно Обульгарились Вот Ну Значит Ничше тоже находился На очень смелом задании Которое он сам поставил Перед собой Вот И Выполняя это задание Он погиб Вот И Вообще это Это задание проходило Через его голову Поэтому Не случайно Мы увидим то Что он не физически сгорел Как космонавт Да А Просто сошел с ума Так что ничего удивительного нет Но Это не позволяет нам еще Делать таких скороспелых выводов И заниматься такими манипуляциями Что приписывать идеи Ничше Просто его так сказать Как это говорится Психическим составляющим его опыта Значит Что Ничше сам Совершал кружение Из которого не мог вырваться И поэтому он придумал Идею о вечном возвращении Вот это вот Однозначно узнается Как вот Это самая Антибытийная спекуляция такая Вот Такие с нами пироги Значит И Хайдеггер точно так же Пытается По своему мыслить ничту Во-первых Хайдеггер написал Довольно капитальный труд Посвященный Ничше То есть Ничше там Том первый Том второй Вот И без этого он считал Вообще невозможно Да То есть Ничше это такой философ Который вот стоит Да Вот на этом вот Как раз Переходе Знаменует собой Расставание с классическим веком И переход вот В другое время Во время разложения Всего этого классического И во время Некоторого такого вот Именования бытия Только пустым именем То есть именем ничто И вот Кстати Хайдеггер склонялся К ничше Как раз после работы Бытия и время Вот через некоторое Так сказать Некоторый промежуток Вот он Видно Что он дал Крен такой Да И вот занялся Ничше Все больше и больше Там Это какие-то Тридцатые годы И дальше Ну и Собственно говоря И о ничто Хайдеггер тоже пишет Как может Вот То есть Он обязательно Отдает дань Нашему времени Вот Но Единственный вариант Сейчас мы должны Об этом сказать Прямо Единственный вариант Избежать Какого-то Так сказать Прямого трения С современностью Которая настолько Быстро нас трет С чем-то Что вот Говорится Даже Умнейшие головы Просто сходят с ума Чтобы Вот Избежать Такого трения У нас есть Только одна Возможность Только одна Способность Это вернуться Назад Как и считал Хайдеггер И взять Вопрос о бытие В его полном Объеме Полнейшем То есть Вместе с Античностью Вместе со Средневековьем Вместе с Классической Эпохой И вместе с Нами С этим Ничто К которому Мы пришли И только В этом Случа Вот проходя Как минимум Вот это Вот эти Этапы мышления Или проходя Вот этот Генезис Вот Хайдеггер Говорил же О деконструкции То есть О переписывании Заново Этой истории О прохождении Ее заново С самого начала И снова До нашего конца Вот в этом Заключается Наше спасение В крайнем случае Так считал Хайдеггер Поскольку Вот Чтобы Удерживать Противовес Этому имени Бытия Современному Этому Ничто Вот То нам Нужны Другие имена Которые Были у людей На вооружении Вот Нам Нужно Их Промысливать Еще раз Для того Чтобы как раз Вырваться Из того Круга Из которого Как утверждали Вот Ниша Допустим Вырваться Не мог Вот Мы с вами Совершили Тоже такое Мини движение Сегодня Вот Я вам показала Что почему Почему мы Как говорится Мыслите Современно Да Давайте Вот Часто такие Слышишь Призывы После этого Спрашиваешь А что значит Мыслить Современно Как ты считаешь Ну Современно Мыслить Это значит Вот такими Концепциями Которые я вчера Прочитал В каком-то Журнале Вот Ну вот То есть То что там Звучало На последней конференции Это значит Мыслить Современно Ну это конечно Все смешно Вот Потому что Мыслить Современно Это значит Мыслить Вот именно Как раз Через ничто В прямом Стоянии К ничто Это так сказать В однозначном Такой Роде Мыслить Современно А если мы Вообще-то Хотим Действительно Другого Начала Как там Нам проповедовал Хайдегер То вот Мы должны Совершить Вот это Возвращение И должны В полном Объеме Как бы Приподнять Вот это Все бытие Все что мы Смогли О нем Все что Смогло О нем Нам Рассказать Человечество То есть Вот оно Должно Оказаться В руках Человечества Не просто Одно Только Это Ничто Но Вот этот Вот Весь Полноценный Объем И Тогда Может быть Что-то Возможно Как считал Хайдегер Именно тогда Может быть Возможен Какой-то Прорыв Продолжение следует...